Всем здравствуйте! Сегодня я зачитаю вопрос от подписчицы, отвечу на ее вопросы. Вы тоже можете оставлять свои комментарии под видео. Если вам очень нравится такая рубрика, милости просим, пожалуйста, распространяйте видео в соцсетях, ставьте лайки, и я буду очень признательна. Так что давайте приступим. Итак, письмо. Помогите понять, что этот человек встретился мне. Я живу в Москве и в приложении познакомилась с турком. Около недели переписывались, а пару раз созванивались с ним. О нем. По-турецки немного я говорю, а он говорит немного по-русски. Работает по контракту в Москве. Контракт на 7 лет. На момент знакомства с ним он 10 месяцев уже здесь находился. Работает в Газпромнефте на заводе. Я так поняла, что он следит за техникой безопасности. Точно его профессию я особо-то и не спрашивала. Он, Курт, ему 38 лет, женат. Не был ни разу. Сразу здесь остановлюсь. В это очень с трудом верю. Возможно, он такой светский, образованный уехал в другую страну работать по контракту и так далее. Курт в 38 не женат. У меня сразу здесь, находясь в стране, реакция будет разведен. Или у него есть жена, скажем, где-то она живет с его родителями, возможно, в селе или далеко где-то от центра. У нее там есть дети. И он говорит, что он никогда не был женат. Возможно, он с ней официально расписан, никогда не был. Но у них есть религиозный брак. То есть в светском обществе штампа нет. А религиозно, имамникях, почему бы нет, в глазах общественности семьи он женат. В его семье было 9 детей. Причем мать с первым мужем развелась с 4 детьми и вышла замуж за его отца и родила еще 5. Вот уже, пожалуйста, детей много. Традиционная история. Про развод, да, такое может быть вообще не удивлюсь. Могли быть разные обстоятельства. Разводы бывают. Он сказал, что учился на Кипре, потом в Азербайджане. По образованию он химик. До России по контракту работал в Азербайджане. В Казахстане сейчас здесь. Но английский не знает правильно, зачем он же ездит по тюркским странам. Азербайджан фактически... Турк всегда поймет азербайджанцу, о чем они говорят. Два вообще родных народа языка очень похож. Казахстан 30% схожий язык ему. Русский там точно не нужен был. Они на казахском могут... Ну, в бытовом вообще абсолютно без проблем. Учился на Кипре. И, видимо, на Северном Кипре, где не признана, да, Северный Кипр, который турецкая часть, это не Кипр, не Европа ни разу, это Турция. Ну, я про менталитет и все прочее, это все равно Турция. Как ни крути. И люди там про менталитет. Интересно, в каком заведении учебном, потому что Кипр Северный очень маленький. Это легко очень найти, кстати. И почему именно такой выбор был интересен, потому что, если бы это химия, инженеринг и все прочее, это Стамбул, Анкара, классные у нас есть учебные заведения, очень крутые. Компания отправила на обучение, будучи в Турции, чтобы он выучил русский язык на полгода. Видимо, в России. Окей. Это все, что я могла узнать о нем. К концу недели он пригласил меня встретиться, я согласилась. Мы прогулялись, зашли в кафе, заплатил за все он. Потом мы вышли, покурили вместе, поболтали, разошлись. С момента знакомства он вел себя очень деликатно, воспитанно, без намеку на пошлость. Наше свидание длилось почти 2 часа. Я расскажу о своих ощущениях на свидании. Мне было очень комфортно, мы болтали, как старые приятели, смеялись, шутили. Было очень легко и просто. Такую же реакцию я ощущала и от него, ну почти. После свидания, через пару дней, он пригласил на второе. Сказал, чтобы я сама выбрала место, потому что он особо-то и не знает Москву. Но меня смущает несколько моментов. Сейчас о них поподробнее. Вот то, что вы рассказали про первое свидание, ничего такого как бы нет. Все нормально, прикольно. Как бы даже очень хорошо, что не зная, в принципе, языковой барьер есть, но вы как-то умудрялись шутить, общаться, это неплохо. Он знает, что у меня есть ребенок, я в разводе. Он никогда не спрашивал, кем я работаю, чем я увлекаюсь, например. Он знает, что у меня ребенок. Он даже не спросил пол, возраст, сколько лет. Ну, просто элементарные такие моменты. Я не пойму этого человека. После свидания он мне сказал, что никогда не встречал такого искреннего, честного человека, как я. Что якобы простое общение и то, что мы после кафе курили вместе, его тронуло до губины души. Я не помню. Он что, издевается? Смотрите, почему он не спрашивает о ребенке? Без разницы. К сожалению, вы только начали общаться. Ну, вообще это нормально, честно говоря, да, чтобы кто-то не интересовался для начала. Ребенка, всем прочим. Потому что он, видимо, про повстречаться, пообщаться. Он даже 10 месяцев в России живет, понимаете? У него уже не первая девушка, с кем он идет на свидание. Он уже здесь втянулся во вкус, я уверена. Все иностранцы так поступают и так далее. Особенно с восточных стран менталитета. Вот эта вседоступность и выбор огромных девушек. Легко с ними познакомиться, легко идут на контакты. Легко, в общем. Все легко. Поэтому зачем ему спрашивать про вашего ребенка? Если он про общение, про постель, про потусоваться, да ему вообще без разницы на вашего ребенка. Поэтому он не спрашивает. Поэтому он не про серьезное. Поэтому он может врать, что ему 38 лет, он не был жен, детей у него типа нет. Он вдруг спросил, что я думала о нем. Хотя вру, не вдруг. Он несколько раз после встречи это у меня спрашивал. Какое мое мнение о нем? Я ответила, что в целом хорошее впечатление, но нужно время, чтобы понять тебя лучше. И тут вдруг он начал писать мне, что ему 38 лет. У него никогда не было отношений с девушкой. И что это все время он пользовался услугами проституток. Что был влюблен в девушку в 17 лет. И что он безумно ее любил. Но уехал в Стамбул. И после этого он не мог и не хотел кого-то иметь, короче, в своей жизни. Давайте здесь про религиозность, пожалуйста. Возможно, это вообще зашуганный, забитый религиозный верующий человек, которому все нельзя, это свадьба и все прочее. У него вообще-то куча травм различных. Возможно, он действительно не был жен. Тут два момента, да? Но и оба момента для вас не очень радостные. Либо он врет, что у него никого ничего нет. И просто классно ездит по ушам. Либо такие-то случаи встречала. Либо второй момент. Он очень травматичный, проблематичный. Из религиозной, максимально закрытой семьи. Где ничего не запрещалось. Все, а им позор, запрет и так далее. Его травма ему не позволяет даже вступать в какую-то интимную близость. И в отношения тоже как бы настораживает. И в общем, мне стало противно от его признания. Я вообще его не спрашивала про отношения, его жизни, про все это. И решил он все это обсудить уже на втором свидании. И тут его просто понесло. Я спросила его, что ты от меня хочешь? Зачем мне вообще вся эта информация? Он сказал, что доверие. Он хочет довериться сердцу. И видит во мне честную женщину. И хочет быть со мной таким же. И что он сказал, это чтобы я знала. После этого разговора он сто раз извинялся. Говорит, что это было? Я вообще не понимаю, он больной или нет. По мне так делает мужчина, который женщин не ценит. И относится как к пустому месту. Но он очень тактичный, вежливый. Тоже как-то не складывается у меня с этим, не вяжется. От него нет намека на секс. Мы с ним делились, встречались как друзья. Он даже до меня не дотронулся. Я вся запуталась, помогите. А я больше ему после этого ничего не писала. Решила выдержать паузу. Ну, письмо было давно у вас отправлено. Они у нас публикуются по очереди. Поэтому, что вы уже паузу нарушили. Смотрите. Ну, вот то, что вы рассказываете. Внимательный, тактичный, деликатный. Складывается, да, больше. Что семья религиозная. Такое может быть. И плюс еще он спрашивал, как ты ко мне относишься много раз. То есть проблема самооценки у человека. Больше все-таки намеков, что, скорее всего, не обманывает про семью. А, возможно, это просто вам попался такой редкий экземпляр. Назовем так. Прям из красной книги. В наше время продвинутая 21 века. Скорее всего, это религиозная семья. Очень травмированный парень. Мужчина уже. Намеков про секс нет и не будет. И долго не будет. Долго у вас будет все это идти. Прикосновения, раскрытие, моральное. Близость, доверие. И как она на вас потом рухнет просто. Поток, ливень. Его психотравм. Когда он почувствует доверие. Будет вам доверять. Все вам расскажет. После этого, дай бог, у вас там что-то какая-то близость, скорее всего, будет. Он к этому созреет. То есть ему сначала нужно выработать доверие. Он очень пугливый, забитый где-то. А когда будет доверие, тогда он и расскажет все. И будет готов к тактильной какой-то близости, контакту. Явно мальчик переживал. Если вся такая история. Мальчик явно переживал физическое насилие над собой. Прям сексуализированное, возможно. Про ребенка. Почему он не интересуется. Так вот, если вот он такой, как последняя, да, мы описали. То, скорее всего, это человек, не повзрослевший, застрявший в своем детстве, в своих психотравмах детства. И он ребенок. И, скорее всего, он ищет, как он говорит, достойную, культурную там женщину. Женщину, девушку, которой можно довериться. Мать, по сути, он себе ищет, которой можно довериться. Поплакать в жилетку, которая его поддержит. И тому подобное. Все. Вопрос к вам, вам надо вообще или нет. Это раз. Два. Почему он не спрашивает о ребенке? Потому что дети эгоистичны. Даже взрослый в позиции ребенка, он о ребенке спрашивает, другому не будет. Дети для них конкуренты. Дети равные для них. Он детьми не интересуется, потому что он не взрослый мужчина, 38-летний, а ребенок. А вы от него ждете вопросов и действий, как от взрослого мужчины. Вот такой расклад я вам дам. Психологический портрет немножко, да, у вас получился. А если вы мне спросите, нормально ли это? Нет, конечно же, вообще эта история не про нормально, а про травмированного человека, которому нужно вообще оказать помощь, мне кажется, да? Если бы он в ней был заинтересован и попросил о помощи. У нас с собой точно работать. Но встречается ли это в Турции? К сожалению, да. Я больше скажу, это встречается и в наших странах. Вот честно скажу, абсолютно, я знаю историю. Знаете, есть классный канал Елены Погребежской, документальные фильмы. Я вообще ее, ну, не прям фанатка, но всегда любила, уважала. Со времен еще, когда я рок слушала, и она пела песни. А сейчас у нее, наверное, журналист вообще, да? Но ее канал я прям обожаю. И все ее всегда выпуски смотрю. Так вот, понимаете, там очень много таких моментов, посмотреть в документальных ее сюжетах, в фильмах про людей, про их жизни. Так у нас такие же люди есть. Абсолютно. Такие же психотравмы, такие же проблемы. И все, кто попадают, и в религиозных каких-то культах участвуют, и родители травмируют своих детей. У них там тоже есть такие сюжеты. То есть условно, да, но есть везде, к сожалению. В любых странах. В Турции тоже есть. Здесь, возможно, этого будет больше, потому что людей стигматизированных, зажатых, травмированных и травмирующих здесь больше. Потому что меньше, медленнее, скажем так, потому что государство разделено на 50% на данный момент светских образованных людей, религиозных, которые в каком-то, в своем объединении больше, и живут по описаниям своим, да, не берут больше информации извне, и литературы, и всего прочего. Вот это вот, поэтому здесь такого может быть в процентном соотношении, если мы на массу людей пересчитываем, здесь может быть такого больше. Но есть это везде абсолютно. Так что неудивительно. Про ваши отношения и перспективы с ним можно общаться, пожалуйста, может быть, классным другом, приятелем, может быть, с вами в отношениях. Я вам сразу говорю, это будет трудно, это будет проблематично, и если вы спасатель, то вам, может быть, это такой идеальный продукт, если так можно выразиться, идеальный клиент для человека-спасателя. Таких очень спасателей любят, привязанности различные, да, любовные. Они очень любят, когда у человека есть проблемы, в них поразбираться, поспасать, быть созависимыми с его проблемами и так далее. Но если вы про здоровую психику, ну что тут скажешь? У вас уже есть моменты, которые вам в нем не нравятся. Вот он медленно не задал вопрос про ребенка, у вас уже запрос на взрослого человека, в отношениях, на мужчину, на отношениях. Он это вам, скорее всего, дать не сможет на данный момент. Он этому должен учиться, преодолевать свои страхи. Короче, это займет кучу времени, но вам вообще надо. И не забываем вариант того, что возможно у него где-то есть все-таки жена и дети, например, и он не супер такой у нас забитый, зашоренный, и там вообще это может по ушам вам проехать, в том числе. Так что, ну короче, тут как ни крути вот эту историю, тут что-то не очень про счастье, короче, да, то, что вам будет комфортно, классно, приятно с этим человеком, какие-то проблемки. То есть выводы делайте сами, что это такое было. Не знаем, посмотрим. Вы придете к каким-то выводам, если сходите еще на третье свидание, если вы захотите этого. Можете сделать себе такой тест и уже принять потом после этого какое-то решение. Но сразу говорю, как бы ни было, с этим человеком легко просто не будет. Всегда будут какие-то трудности, какой-то хотя бы первый промежуток времени, пока он будет вырабатывать вам доверие. Ну короче, смотрите по своим желаниям. Чего вы вообще? Знаете, все зависит от того, чего вы хотите от мужчины, какого вы хотите. И сразу смотрите, подходит он под это описание или нет. Не подошел? Ну все, до свидания, не мой герой, ищем другого. Вот что это. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, была информация полезна. Если вы хотите также ответ в видео в формате на канале, то присылайте в инфобоксе почта, указано на почту письмо с темой письма, история от анонима. Я не публикую имен и так далее, просто делаю ответ на канале. Если вам нужна психологическая консультация, индивидуальная в скайпе, то пожалуйста, тоже пишите туда консультацию. Я вам пришлю всю информацию, стоимость времени и так далее. Спасибо за внимание. Задавайте вопросы в комментариях или тему для видео предлагайте. Скоро увидимся. Всем пока.